Всем привет! Меня зовут Дмитрий Никифоров. Добро пожаловать на мой канал. Сегодня мы начинаем читать книгу Мармона. Книгу Марония в книге Мармона. Первая глава. И ныне я, Мароний, закончив сокращение повествования народа и ареда, не предполагал больше писать, но я пока еще не погиб, и я не открываюсь ломонийцам, дабы они не истребили меня. Ибо вот их войны между собой чрезвычайно жестоки, и из-за своей ненависти они предают смерти каждого нефийца, который не отречется от Христа. И я Мароний не отрекусь от Христа, а потому я скитаюсь повсюду, где только могу, ради сохранения моей собственной жизни. А потому я пишу кое-что еще, вопреки предполагаемому мной, ибо я предполагал ничего больше не писать, но я пишу кое-что еще, дабы, быть может, это пригодилось моим братьям-ламонийцам в какой-нибудь будущий день, согласно воле Господа. Такая коротенькая глава, одна из самых коротких в книге Мормона, Мароний, первая глава. Не знаю, зачем они разделили на такие коротенькие главы, но здесь суть в том, что Мароний нам только что рассказал про истребление народа еридийского, и он видел истребление своего народа, и он сейчас находится как ефер, прячется от людей, от ламонийцев, которые пытаются убить всех нефийцев, которые не отрекаются от Христа. Интересно, да, что они оставляли в живых тех, кто отрекался от Христа? Я подумал, что отрекся бы я от Христа, если бы мне угрожали смертью. Не знаю, я надеюсь, что никогда не будет у меня такого выбора, но если вдруг был бы такой выбор, то я выбрал бы все же не отречься от Христа. И, да, это очень интересная мысль. Дальше, что он говорил здесь еще? А, еще здесь говорится про ненависть, да? То есть мы говорили про еридийцев, о том, что они были истреблены, потому что вот у них была эта ненависть друг к другу, и она задмевала им разум, и они вообще не видели, что происходит вокруг. И мне кажется, что человек, когда оказывается вот в такой гневе, кстати, если в Ютубе видели иногда вот эти дорожные войны, да, когда люди друг друга подрезают, там иногда наступает такой момент, когда человек, которого подрезает, там, обычно, обычная машина какая-то, а подрезает ее какая-нибудь дорогая машина, начинает постоянно как-то пытаться наказывать, и в определенный какой-то момент вот этот человек, которого подрезают, он не выдерживает, и начинает просто таранить этого, и свою машину как бы уничтожать таким образом, и его таранить там, пытаясь наказать его, вот эта вот ненависть появляется друг у друга, и вот они в таком состоянии гнева, оцепенения, что они, мне кажется, не понимают, что они такой урон, во-первых, своему имуществу причиняют, плюс подвергают жизни своих близких, которые сидят, может быть, рядом, опасности очень серьезной, просто из-за своего гнева, просто из-за своего вот этого вот желания отомстить, на самом деле, можно заметить даже сейчас, не то, что там вот эти древние дикие люди, которые были способны на такое, типа мы современные люди, не способны на такое, на самом деле, мы такие же люди, живем просто в другое время, и мы очень даже способны на такие вещи, к сожалению, и я очень рад, что у нас есть священное писание, которое нам показывает, к чему приводит гнев, к чему приводит раздоры, месть и так далее, и наоборот, к чему приводит покаяние и жизнь по Евангелию, очень такая лакмусовая для нас бумажка, такой шаблон, на который мы можем накладывать в нашу жизнь и видеть те же самые вещи. Я очень благодарен, что у нас есть книга Мормона сегодня, и коротенькая глава, которую мы с вами прочитали. Спасибо огромное, что были сегодня со мной, увидимся завтра. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok